Намаскарам садгуру Не могли бы вы подробнее рассказать о числе 33? Я знаю, что это очень важное число в жизни человека. И в следующем месяце, на следующая полнолуния, мне исполнится 33. Насколько я знаю, в Центре Йоги Иша проводится особая садхана для тех, кто моложе 33. И я хотел бы знать, если я пройду эту отметку, какое значение это будет иметь для моего духовного пути? У нас есть садхана и для пожилых людей тоже. Рад слышать, спасибо. Спасибо. В йогической культуре первые восемь с половиной лет жизни считаются детством. Эти годы не учитывают. Несмотря на то, что балаваста или период детства продолжается до 12, в первые восемь с половиной лет вы настоящий ребенок. Вы знаете это по собственному опыту. После восьми с половиной лет вы остаетесь с ребенком только для родителей. Но тайно вы становитесь много кем. Да. Взрослые считают вас ребенком. Но вы знаете, что вы не ребенок, потому что ваше детство во многих отношениях заканчивается в восемь с половиной лет. Итак, если вы возьмете два солнечных цикла, то есть 24 года или чуть меньше, и прибавите к этому восемь с половиной лет, это будет 32 года и три четверти, или что-то около того. Примерно 32 года и 7 месяцев. Можно сделать точные расчеты, но это около 33 лет. Итак, когда эти два цикла заканчиваются, плюс балаваста, после этого появляется возможность. Это время, когда ваша жизнь может выйти на другой уровень развития. Если вы хорошо подготовили себя, будь то образование или какие-то навыки, йога или внутренние аспекты вашей жизни, то наступит время либо для развития, либо же начнется крушение. В западных обществах говорят о кризисе среднего возраста. Обычно он начинается примерно в 33-34 года. Внезапно люди перестают понимать, что с собой делать. жизнь становится бессмысленной. А те, кто успешен, находят в себе силы и внезапно коренным образом меняют свою жизнь. Все это может произойти потому, что система завершила определенный цикл внутри себя. Она либо наберет обороты, либо рухнет. Итак, садхана до 33 лет носит более подготовительный характер, чтобы, когда этот момент наступит, люди смогли сделать это благоприятным временем в своей жизни. Потому что то, насколько благоприятным оно становится в возрасте от 32 до 33 лет, настолько оно и определит траекторию жизни человека и окажет влияние на всю его жизнь. Вся ваша жизнь будет во многом определяться траекторией, которая будет задана в это время. Если жизнь не сдвинется и не выйдет на принципиально новый уровень, дела у вас могут идти хорошо, но вы никогда не воспарите. Это станет тяжелой задачей. Не то, чтобы это было абсолютно невозможно, и вы никогда не смогли взлететь. Нет. Но это будет трудно. Вам понадобится больше топлива, чтобы лететь. Вам понадобится намного больше топлива. Но если вы привели в свою жизнь свои физиологические структуры, энергетические структуры, внутреннюю геометрию, если к 33 годам вы взрастили это до определенного уровня зрелости, тогда жизни будет легче взлететь. В противном случае для этого потребуется гораздо больше усилий. Вот почему мы делаем садыну для людей моложе 33 лет. Чтобы они подготовились, организовали свою внутреннюю геометрию, организовали энергию и сохранили это в себе, чтобы, когда жизнь захочет взорваться новой возможностью, у вас было для этого необходимое топливо. Если вы хотите набрать скорость и по-настоящему разогнаться, но ваш бак пуст, это грозит неприятностями. неважно, сколько у вас возможностей, ваш бак пуст, вы не взлетите. Все остальное может быть замечательно. У вас может быть образование, у вас могут быть знания, но все равно вам не удастся взлететь с легкостью. Если вы пропустили эти 33 года, я обращаюсь к тем, кто выглядит подавленным. Садгуру мне 35. Что делать? Если вы мужчина, 42 — это еще одно время, когда происходит еще один подъем. Не на том же уровне, что в 33, но определенно это существенный подъем, когда можно снова вырваться вперед. Если вы женщина, это может быть возраст 46 лет. Но если вы не лучшим образом справляетесь со своей биологией, 46 может принести больше проблем, чем возможностей. Но все же этот возраст несет много возможностей. Когда женщине исполняется 46 лет, она может выйти за рамки ограничений и, как бы ее не сдерживало женская природа в определенных аспектах жизни, она может преодолеть все это в значительной степени, потому что ее энергии естественным образом трансформируются. Я говорю о естественном пути. Я не говорю о том, что могут сделать отдельные люди. Отдельные люди могут бросить вызову всему этому и идти дальше. Это другое дело. Но естественным образом это происходит именно так. Но если вы пропустите оба эти отрезка времени, то когда вам стукнет 60, видите, все еще есть надежда. Когда вам исполнится 60, во многих отношениях ваша фундаментальная структура внутри системы начнет меняться. Вы больше не мужчина и не женщина в полной мере, если только не застряли в своей голове. Если вы слишком погружены в свои мысли, так и будет. Но иначе физически вы не ощущаете себя ни мужчиной, ни женщиной. Это открывает перед вами новую возможность. В это время многие люди вырываются вперед в развитии. Но к тому времени многие уже больные, у них разные проблемы. Они несут целые корзины с кармой у себя на голове. Из-за этого к 60 годам их спина, возможно, согнута, и они сдались, и их визита происходит только в медицинские учреждения. Не к святым местам, а к врачам, психиатрам и тому подобное. Если вы стали такими, вы пропустите и этот автобус. Но 60 — это огромная возможность. Вот почему в индийской культуре существует множество различных ритуалов, которые можно сделать в 60 лет. Если вы женатый человек, то когда вам исполняется 60, вы снова женитесь, чтобы это стало новой возможностью. Это не ловушка, не рабство. Это становится возможностью. Вот почему в возрасте 60 лет люди снова сочетаются браком с тем же самым человеком. В наши дни это надо уточнять. Но раньше это всегда понималось правильно. Вы снова сочетаетесь браком с тем же самым человеком, потому что когда вы женились или выходили замуж в 20 или 25, доминировало тело. В 60 лет может начать доминировать ваше сознание, и появляются новые возможности. Кто-то заново проводит свадебную церемонию, у кого-то другие ритуалы. Многие люди начинают свою йогическую садану только в 60. Но для всего этого вы, по крайней мере, должны поддерживать себя в хорошей форме. Если вы пытаетесь подражать матери-земле, или если вы стали больными, тогда эта возможность будет недоступна. Если вам еще нет 33-х, тогда до 33-х вы должны зарядить себя энергией, организовать свою геометрию так, что вы больше не являетесь препятствием в собственной жизни. Вы не являетесь проблемой. Сделайте одно это. В мире есть тысячи проблем, но вы сами не являетесь проблемой. Сделайте одно это. Если вы позаботитесь об этом, нужно будет беспокоиться о том, что происходит в разном возрасте. Вам 33, 34, 35, вы можете выстрелить в любое время. Нужно ли называть все числа? Нет. Вы можете начать в любое время, но с точки зрения подготовки до 33-х лет, 32-х лет и 7-ми месяцев, если быть достаточно точным. Если вы достаточно подготовились в плане реорганизации своей геометрии, энергетических процессов, мыслей, эмоций, если вы позаботились обо всем этом, тогда жизнь взорвется яркими красками. Мы пытаемся сделать это с нашими детьми в школе самскрити. Все спрашивают, но чем они будут заниматься, где они найдут работу, получат ли они место в Маккензи, как они попадут куда-то еще. Туда они не пойдут. Они найдут себе занятие получше, потому что то, как они организуют свои энергии, свою геометрию, они выпускаются... К 18-20 годам они завершают обучение. Если только по возвращению домой родители их не испортят, я надеюсь, они этого не сделают, потому что не хватило мудрости и смелости поместить своих детей в самскрити. Но они становятся чрезмерно обеспокоенными. Тебе уже 20, и у тебя нет сертификата. Что ты будешь делать? Как я недавно уже говорил, такое появилось только в последние 60-70 лет. Вам нужно только наклеить дурацкий сертификат себе на лицо, и он откроет перед вами все двери. Но никогда до этого в истории человечества сертификат не был пропуском в жизнь. Открывали двери только вы и ваша компетентность. И снова мир движется в этом направлении. Множество коммерческих предприятий больше не спрашивают о вашей квалификации. Им важно знать, что вы умеете и чем занимались до этого. Их интересуют только ваши навыки и опыт. Все будет двигаться в этом направлении, если вы потратите достаточно времени на организацию своей системы до возраста 33 лет. Что ж, когда наступает этот момент, возможности открываются естественным образом, и многое становится доступным. Вы также не должны иссощить себя слишком рано. Это важно. Часто, особенно в Соединенных Штатах, люди приходят и говорят мне моему мальчику 11 лет, и он уже генеральный директор такой-то компании. Я лишь говорю, вы уже отдали его во власть рынка. К сожалению, после того, как вы вырастаете, вам приходится держать руку на пульсе, потому что весь мир становится одной сплошной экономикой. Но если ребенок в 11 лет стал генеральным директором, вероятно, он начал в 6... 6-летний ребенок, и вы отдаете его во власть рынка, это худшее, что вы можете сделать. И вы занимаетесь подобной ерундой. Пожалуйста, оставьте своих детей в покое на какое-то время. Позвольте им расти, развивать свое тело, мозг, чувство восприятия и геометрию. Вы должны понимать, что это очень важно. Для того, чтобы в физическом мире произошло нечто значимое, необходима геометрическая уравновешенность и геометрическая гармония существования. Если этого нет, что ж, вы можете делать многое, но это будет приводить лишь к конфликтам и страданиям. Посмотрите на любой механический объект, любую машину. Вы увидите, что без геометрической уравновешенности возникает трение. Вы должны понять, физический мир, будь то галактика, солнечная система или это тело, все это механические функции. Все зависит от геометрии, насколько налажена геометрия. Вот что определяет, насколько плавно все будет функционировать. В противном случае возникнет трение. Если есть трение, то чем быстрее вы будете двигаться, тем больше будете страдать. Такое случается. Успешные люди, которые стараются много достичь, страдают намного больше, чем те, кто не преуспел в своей жизни. Если вы потерпите неудачу в своей жизни, что ж, вы можете прогуляться по пляжу и хорошо провести время. Теперь оно у вас есть. В этом прелесть неудачи. У вас есть время. Чему это вы хлопаете? Я не подозревал, что вас так много. Успех. Проблема успеха в том, что когда вы успешны, у вас ни на что нет времени. Поэтому вы должны быть энергичны, если хотите по-прежнему наслаждаться жизнью и ощущать вкус жизни в каждое мгновение. В противном случае вы станете зомби. В вашей голове будет постоянно что-то гудеть, но это не будет жизнью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова